всем привет на канале готовим вкусно и сегодня мы с вами будем готовить вот такую копчено вареную домашнюю колбаску по мотивам краковской погнали набор ингредиентов очень простой я постарался максимально упростить этот сложный рецепт результат я знаю вас порадует погнали и специи нам понадобится примерно 40 грамм поваренной соли 20 грамм сахара примерно 10 грамм смеси черного и душистого перца и взял также пару грамм молотого кориандра в качестве усилителя вкуса и ароматизатора будем использовать также чеснок естественно для того чтобы приготовить вкусную и качественную колбасу мясо предварительно мы ложим в морозилку для того чтобы его слегка подморозить погнали граммовка мяса и так для того чтобы получилось вкусная и качественная колбаса я взял примерно 600 грамм в магазине видите обвесили 553 грамма но не суть ладно к этому вернемся позже вот такой кусочек хороший не жирные говядины не телятины а именно говядины телятина нам здесь ни к чему если мы будем использовать только одну телятину соответственно колбаса у нас получится достаточно сухая и нельзя сказать чтобы сильно вкусная ну потому что телятина сама по себе когда испарится практически вся влага будет сухо в общем сложно будет кушать берем 600 грамм уверенно жирной свинь умеренно жирной свинины я взял вот такую часть она еще называется биточная часть есть небольшое количество жира но в целом мясо также обвесили на 17 грамм тоже берем 600 грамм теперь все знают что у колбасы как правило всегда есть что правильно есть кусочки сала сало можно брать обычное я взял вот такое беконное то есть где-то сало будет более плотным попадается также хорошие жирное мясо вот такого типа нам оно и надо тут у нас 736 грамм нам надо 400 грамм из сала нам нужно убрать кожу мы кушать не будем сейчас мы кожу уберем и ответим 400 соответственно чистых 400 грамм сразу режем его на небольшие кусочки без кожи так нам надо 400 грамм еще значит два таких примерно кусочка 413 грамм отлично теперь очень важный момент мясо мы взвесили и теперь те части с которыми мы сейчас работать не будем мы их сразу же ставим холодильник сейчас у нас где-то 24 25 градусов температура мясо не должно поднимать свою температуру больше чем 12 градусов а желательно чтобы было в пределах там 6-10 градусов все сало у нас есть мяско в этом приступаем к следующему этапу и так для того чтобы получились хорошие кусочки у нас сало в колбаске я использую вот такую вот решетку на нее мы сейчас помолим и говядину и сало устанавливаем решеточку берем кусочки сало и размалываем их все вот такая замечательная структура у нас получилось это сразу же отправляем в холодильник приступаем говядине и свинине свинину мы сделаем на мелкую соответственно сетку а говядину сделаем также на крупную режем на удобные кусочки для мясорубки некоторые кстати предпочитают нарезать руками кубики но если честно я не вижу в этом особого смысла особенно если нужно приготовить много колбасы там не одну не два колечка а скажем 20 резать руками достаточно тяжело проще найти крупную сетку и сделать все крупной сеткой запускаем аналогично только сделали что-то с говядиной поставили ее сразу в холодильник достали вторую теперь перекручиваем решетку на более мелкую теперь небольшими порциями будем закладывать свинину режем быстренько кусочки мясо очень холодное так и должно быть иначе у нас не получится все что нам нужно все пару часов желательно чтобы на морозилке полежала перед тем как вы будете готовить так все прямо сюда я думаю в эту же емкость к салам и будем добавлять также чтобы чеснок хорошо разошелся по всей колбасе я его буду добавлять в процессе того как делаем фарш на мелкую сеточку для того чтобы максимально пловую мелко его порубила и он хорошо разошелся по всей колбасе прямо сюда же прикрываем кусочком мяса буквально три минутки фарш готов отправляем также в холодильник параллельно нам понадобится 200 миллилитров воды в воду я взял хорошую обычную и положил ее морозилку для того чтобы она покрылась льдом нам это нужно для того чтобы фарш хорошо проэмульгировал кусочки льда у нас тут есть вот так разбили сейчас фарш пускай чуть-чуть подостынет буквально полчаса убираем наше рабочее пространство покажи что у нас здесь осталось вот у нас там где-то то что забилось в мясорубку какие-то ошметки сейчас все чистим и продолжаем итак достаем фарш из холодильника берем емкость где мы будем фарш вымешивать и выворачиваем сюда все три ингредиента раз одеваем перчатки перчатки нам нужны для того чтобы меньше температура от рук передавалась мясу тавелки буду чище вот так высыпаем сразу сюда все специи соль сахар перец и наша задача хорошенечко теперь это все вымесить до появления белых нитей так званая белковые волокна не забываем что у нас есть вода со льдом ее также сюда добавляем сразу 200 миллилитров и хорошенечко вмешиваем воду фарш у нас есть кусочки льда и пока они соответственно не растут можете даже брать делать вот такие движения это то что это то что называется отбивка фарша и так буквально прошло пять минут очень интенсивного такого жесткого размеса и начинают появляться то что называется белые нити белковые нити и если говорить правильно вот можно посмотреть вот они начинают тянуться нити соответственно у нас все готово у кого-то займет 5 минут у кого-то 10 кстати обратите внимание на фарш вкрапления сала и говядины отлично видно можно делать их и более крупными но я в этом смысла не вижу это так думаю наша колбаска будет отличная на срезе все закончили процедуру теперь отправляем это все в холодильник на 20 часов за это время мясо промаринуется хорошо в себя впитает все запахи чеснока кориандра черного перца ну а мы с вами увидимся уже через минуту прошло 20 часов самое время заняться формировкой наших колбас для этого я буду использовать свиные черева кстати их можно заказать за сущие копейки в любом интернет-магазине в любой стране и вот эти там разные рецепты колбаса в бутылке колбаса этом в пищевой пленке в пакете я считаю это все полным идиотизмом и при саде при обработке пластика высокими температурами соответственно выделяется куча различные гадости в нашу колбасу а мы все-таки делаем домашнюю колбасу и у нас должно быть все максимально вкусно и натурально и так свиные черева свиные черева вот они так выглядят я их замочил где-то на часик в теплой воде воду два раза поменял потому что она продается вот так вот вся обсыпана солью диаметр у нас 38-40 вот в принципе я думаю этого будет нормально и достаточно для формировки колбаса все находим конец и одеваем на вот такую насадочку итак какое-то определенное количество кишки мы натянули на формировочную оснастку теперь берем отрезаем лишнее это мы пока отставляем в сторону а тут формируем просто узелок можно завязывать с помощью нитки бечевки ну я предпочитаю что первый конец можно просто взять и сделать узелок все это и будет начало нашей колбасы достаем холодный фарш с холодильника и собственно потихонечку отрываем кусочки и забрасываем в мясорубку для того чтобы у нас получалось равномерная набивочка делаем ту сразу небольшой запас фарша ну и на небольшой скорости приступаем к формировке колбасы важно в процессе нужно немножко поддерживать для того чтобы максимально плотно была набивка поэтому слегка подтормаживаем но не сильно для того чтобы кишка не разорвалась раньше времени и соответственно делаем паузы если у вас есть колбасный шприц это конечно будет намного более легкий способ но чаще всего у всех дома есть вот такая насадка мясорубка и этого как правило достаточно колбаски я буду делать примерно такие же как магазины по размеру все закончили мы первое колечко пальцами тут отрезаем имеется виду фарш чуть-чуть стягиваем оставляем кончик для того чтобы можно было свободно завязать вот так раз так и тут срезаем эту часть перетягиваем соответственно бечевкой так раз и затягиваем на два узла в принципе этого как правило достаточно ну и что формируем колечко все связали два конца и получаем вот такое замечательное колечко колбаски какая красавица ну и продолжаем соответственно со всеми остальными нашими кишечками и так колбаски у нас готовы получились они все разных размеров сейчас расскажу почему они получились разных размеров и так значит следующий на шах мы оставляем при комнатной температуре кто-то их вот так подвешивает кто-то оставляет на решетке я тоже оставляю их вот так на решетке для того чтобы под ними тоже проходил воздух на порядка шести пяти часов температура у нас помещение порядка двадцати пяти градусов это важно то есть при такой температуре 45 часов будет вполне достаточно для того чтобы колбаски стали комнатной температуры также внутри потому что фарш мы доставали прямо из холодильника и будем переходить к следующему этапу теперь почему колбаски разного размера наша свиная чрева была в соли и получалось так что где-то кристаллы соли повреждали там или во время транспортировки или еще как-то повреждали оболочку и в какой-то момент бывало так что начинал фарш вылазить мимо оболочки соответственно в этом месте я просто брал останавливался перевязывал шпагатом в принципе такие сосед сосеченные сосисочки нам тоже подходят есть и красивые такие колечки соответственно есть небольшого размера такие колбаски это все неважно будете смотреть как у вас будет получаться коллагеновая оболочка я думаю будет более устойчиво ну я захотел сделать внутрально хотя коллагеновая у меня также есть калибр 22 мы с ней будем делать что правильно сосиски но чуть позже все колбаски мы оставляем на 45 часов и буквально через мгновение увидимся расскажу следующий этап и так друзья все чем мы с вами занимаемся сейчас при приготовлении колбасы называется автолизом кому будет интересно можете посмотреть эту информацию википедии что это зачем в общем колбаса наша созревает у нас прошло порядка 7 часов как мы ее выложили можно кто-то подвешивает на решетку ну я в принципе не вижу смысла мне достаточно ее положить и все нормально теперь мы отправляем в духовку в духовке оставляем температуру 60 там 70 градусов можно при открыть будет дверцу для того чтобы не сильно высокая была температура если нету такого более точного контроля отправляем в духовку на 20 минут при температуре 60-70 градусов итак прошло нас порядка 20 минут когда находится колбаски наши в духовке у нас закипела вода в чайнике теперь наливаем ее в чашку кипяточек нам нужен так и переходим к следующему шагу противень внизу выливаем поднимаем температуру до 110 120 градусов время выставляем 20 минут и итак закончилась наша водяная баня открываем и достаем решетку с нашими колбасками запах это просто не передать словами это просто лучше из магазинных продуктов вот так в таком виде на решетке или в подвешенном состоянии у кого как будет получаться оставляем на ночь там часов на 10-12 прежде чем приступать к копчению итак переходим к процессу копчения на улице у нас температура 17 и 1 градуса в принципе идеально закладываем щипу в дымогенератор кстати очень круто что коптильня фактически автоматическая нам нужно будет изменять температуру копчения мы начнем в целях просушки из холодного копчения два часа и два часа у нас будет при температуре 76 градусов все дым у нас пошел генератор работает самое время разместить все процесс пошел копчение запущено закрываем все через два часа меняем температуру на 76 градусов и так прошло два часа включаем горячее копчение и выставляем температуру нагревательного элемента нас интересует 76 градусов все установлено 76 градусов у нас соответственно пошла расти температура все оставляем на два часа как видите у этой коптильни вообще никаких нету проблем там с регулированием температуры все достаточно быстро пошло нагреваться и так прошло у нас четыре часа посмотрим что у нас получается оба и вот наша колбаска по мотивам краковской теперь по всем правилам копчения мы должны вырубить дымогенератор включить вентилятор поскольку у нас коптильня автоматическая в чем ее преимущество здесь находится специальное отверстие которое мы открываем и идет холодный воздух с улицы это нам нужно для того чтобы проверить проветрить наше копчение если у вас такой штуки нету значит просто вывешиваем на 45 часов на улицу там накрывая могли если есть мухи температура тут уже роли не играет нужно убрать горечь которая могла образоваться в процессе копчения ну в этой картине я думаю достаточно будет часика и потом отправим это все еще в холодильник на 5-6 часов для того чтобы дым равномерно прошел по всей нашей колбаски и так спустя столько времени мы получаем отличный мясной продукт на сто процентов состоящий из мясных ингредиентов без всяких эмульгаторов соевых белков и кстати я не использовал нитритную соль я если честно не вижу ее смысла использовать для домашнего употребления если вы берете хорошее качественное мясо нитритная соль влияет только на цвет продукта в нашей жизни и так достаточно нитритов много для того чтобы брать еще и нитритную соль колбаса такая расходится в течение недели это ее срок хранения вполне нормальный можно и дольше хранить в холодильнике в морозилке вернее в морозилке можно и ухранить и дольше там до двух месяцев без потери вкусовых качеств и так прошло у нас порядка 12 часов как колбаску отдохнула в холодильнике она вся полностью уже прошла всеми ароматами и посмотрим как у нас наша колбаска по мотивам краковской выглядит и на вкус так мы видим у нас есть кусочки сала кусочки говядины можно это все нарезать руками но я ленивая жопа то есть будет еще лучше фактура в таком вот положении для меня это идеальный вариант то есть минимум затрат по времени на подготовку фарша ну и при этом максимально красиво обалденный дымный аромат это просто восхитительно вкусно вам обязательно нужно попробовать и Субтитры сделал DimaTorzok